МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додолев в гостях у народной артистки Ирины Скопцевой. Количество баек про нашу семью зашкаливает. Но зрителям программы «Семейный альбом» расскажут всю правду, как она есть. Стоило вам приехать сюда, чтобы я это наконец-то услышал. Тайны Ирины Константиновны в преддверии ее юбилея раскрывают сын и внук. Очень современная у нас Ириша. Добрый день. Сегодня мы листаем семейный альбом Ирины Скопцевой. И делаем это вместе с ее любимыми мужчинами. Сыном Федором Бодорчуком, внуком Константином Крюковым. Я приветствую вас в нашем родовом гнезде. Вот этот дом, он нам энергию должен сегодня давать творческую. Этот дом мы не строили, но мы его переделывали, добавляли. Каждая дощечка, это все как бы нашими руками. Мне кажется, для нас, для всех это такое очень важное место, где можно чувствовать себя спокойно и комфортно. Этой комнаты еще не было. Вот здесь вот диванчик. На этом диванчике Тонино Гуэра ночевал. Творчество моего дорогого сына началось вот на этих подмозгах. Вот видите, здесь маленький 3-4 сантиметра подиум такой. Вот здесь это была сцена. Мама, ты прости меня. Давай, значит, так договоримся. Значит, что-то мы рассказываем, что-то мы не рассказываем. Ну дай расскажу. Нет, ну все-таки, мы можем много о чем поговорить. Ну что-то все-таки давай оставим. Ну рассказывай все. В загадке, в загадке, в загадке. Ну, 4 года было Феде, и здесь, значит, он нам показывал представление. Он главным образом обращался к собачьей теме. Я не все буду рассказывать. Да что, что? Собачья. Он в 4 года изображал смерть собаки Гитлера. Гитлера была собака? Откуда он фамилию-то знает, и все. Нет, у него были этюды срисованы. Мам, я вижу уже заголовки. Ты уже все видишь вперед. Я, когда готовился к этой беседе, посчитал, что вы снялись в 100 фильмах. Сотый фильм был недавно. В прошлом году. Да. Такой фантастический полудетский фильм в Крыму. Я думаю, надо же, вот отсюда я начинала свою кинематографическую деятельность с Гурзуфа. И вроде как, подойдя к рубежу сотого, опять в этом месте. Справедливость существует. И когда утром я проснулась и постучала в дверь, маленький герой сказал, Ирина Константиновна, мы ждем вас на завтрак. И открыл мне окно. Я увидела кадр из отела. Тут у меня сердце, знаешь, как ухнуло. Думаю, вот это да. Как же я здесь проплывала с роскошными золотыми волосами. В гондоле пела вокалист Хачатуряна. А вы же вместе снимались, кстати. Да, вот в этом сотом фильме. Да, да. Это был второй раз, когда мы снимались вместе. Ребята, мы едем. Куда мы едем? В Крым. В командировку. Строить новый гидроузел. А что мы будем делать с нашим оттраком? Мы его берем с собой. Ой, он уже далеко не отрак. Это взрослый мужчина. Дайте ему глотнуть вольного воздуха. Я помню, когда мы в первый раз снимались. И у нас была такая очень серьезная драматическая сцена. И мы жутко нервничали. Потом присели вместе на скамейку. И я понимаю, что для меня это далеко не сотый фильм. Но Ириша нервничает примерно так же, как и я, по-моему. А удивительно, кстати, что вы называете Иришей. Я не называю. Нет, все остальные называют Иришей. Но с некоторых пор мы перешли Рубикон, мама, сын, на какое-то очень веселое хулиганское партнерство. Уже как бы, я не знаю, я, наверное, не старая мама для Федички. Смотрите, какой вы выглядите. У вас же глаз горит. Нет, это же мы все время по этому поводу переживаем. По поводу горящего глаза? Что это ты ко мне как официально? У нас есть фотография Десдемона с газетой. Скопцева была с очень большим образованием. Газет? Нет, вообще. Университет, потом школа-студия. И вообще до сегодняшнего дня газеты читаются. Хотя можно было бы уже не читать их. Да я знаю, что вы интернет освоили. Нет. Всякие технические вещи нет. Я, знаешь что, я вот точно могу про себя сказать. Я как бы кусок или огрызок прошедшего века. Кусочек. Абсолютно не согласен. Кусочек. По моему ощущению жизни, по отношению к товарищам, по отношению к семье, по отношению между людьми, по этикету. Я же 20 лет преподавала во ВГИКе. И я начинала с того, что я своих детишек учила, как есть, пить, как ходить, как садиться самым простым и очень нужным вещам. Просто из последних историй. Мы иногда собираемся здесь вечером после рабочего дня. И я Косте вот так вот близко говорю. Я говорю, слушай, ты видел мужика, который без парашюта прыгнул? В Ютьюбе видел? Мама говорит, ну да, на сетку приземлился. Постоянно радио, постоянно газеты, постоянно телевизор, разные каналы. Она, мама, знает все. И переживает. Не, самое главное, книжки. И комментирует. Книжки, безусловно. Ну вот это вот, так сказать, информационное пространство, все здесь. И юмор. Юмор? Я знаю, вы ее хулиганкой называете. Да, она хулиганка. Ну юмор. Ну в чем это проявляется? Да, правда, я месяц тому назад руганулась матом. В этом, нет, вот там, в дверях иду и говорю. Мам, не говори. Я прикушу тебе язык, если ты еще раз в этом доме так себя поведешь. Все, успокоилась. Только на кота смотрю и думаю. А где кот твой, мама? Гуляет. Ну он молодой же, да, два года, да? Он вспрыгнул к нам. Никто не знает его биографии, никто. А он приблудный? Ну темная у него биография, точно. Он вот такусенький, он нас изъедет всех. Да, у нас четыре собаки. И две вороны. Вороны нам были проданы вместе с домом. Они такие наглые и живут там. Вот вчера я их видела. У нас было горе. Погибли несколько очень любимых деревьев. У Феди два дерева, где они, Сергей Федорович, такие, знаешь, вот два дерева большие. А тут скамеечка, где они в обнимочку сидели и рассуждали. А у нас, у меня под окном, елку. Эту елку мы украшали на Новый год фонариками, игрушками, зажигали. Но я уже как-то немножко смирилась. Посадим три новых. А, кстати, с каких пор вы живете здесь? Потому что я как-то думал, что вы вообще не в России обитаете. Нет, ну почему, все совсем маленькое детство здесь прошло. Потом с 10 лет тоже, собственно, здесь, да. Я помню, как я совсем маленький здесь бегал. Как мне дом казался огромным. Как наша прабабушка общая любимая там что-то готовила. Все я это хорошо помню, да. Когда после заграницы я вернулся, я нашел тот же самый пень там на просеке. И удивился, какой он маленький. А вы тоже Иришу воспринимали как хулиганку? Да, я Иришу воспринимаю как хулиганку. Более того, все мои друзья и друзья Сережи, и даже их младшие друзья, они все в восторге от Ириши. Потому что здесь в доме бывают разные поколения. И для меня удивительно, потому что у нас могут быть дискуссии там до глубокой ночи, в которых участвует Ириша. И каждый раз потом люди мне перезвонят, говорят, слушай, так интересно она рассказала там про то, про то, про то. Очень современная у нас Ириша. А вы же львица, да, по гороскопу. 22 августа. Вы себя ощущаете хозяйкой прайда или вот Бондарчук самый главный? Да, сейчас я считаю, что Федя у нас самый главный. А я и подпорка. Все не так. Здесь все происходит. Тихо. По-умному. Все здесь. А когда вы смотрите работы своих родственников, племянника, мамы, вы как режиссер видите недостатки? Или у вас вот выключается вот это режиссерское, и вы смотрите уже как родич? Вы знаете, у нас в семье вообще не хвалят друг друга. Если хвалят, то очень, если ты сдержан. Да, да. Поэтому, хотя я тебя хвалил. Искренне, да, родственников смотреть сложно. Федор Добри анализирует все, чем Ириша. А Ириша строгая? Не, ну у нас... Что касается профессии, что касается профессии. Нет, вы знаете, что... Да, я... Сколько лет я проработала во ВГИКе, и у нас была установка такая, что мы всегда начинаем не с плохого. А потом уже то, что не получилось. Но у нас еще был один критик. Аленушка. Она очень такая придирчивая. Тоже в профессии, и тоже в театре, и тоже в кино. А у меня из Парижа множество новостей. Вы ничего не слыхали? Ну, смея, графиня, достаточно московских новостей. Ну, какие в Москве новости? Все холера до война. А, впрочем, и парижские новости тоже не совсем уже новости. У известной вам особой княгини Н. Есть дочь. И ей уже скоро пять лет. Иногда Сергей Федорович не знал, чем занимаются его дети. И когда однажды, листая альбом, он говорит, чьи-то калкатуры какие потрясающие. А там, значит, съемочная площадка и островы объеденных селедок, знаешь, такие. Она говорит, папочка, это Федечкины рисуночки. Ну, мне кажется, у нас у всех это и мама рисовала. Все рисовали. Все, да. Федечку водили в музыкальную школу гнесинскую. А рядом чебуречная. Называлась она «Зеленый огонек». Таксисты там ели потрясающие. Там были только таксисты. И я Федю заманивала этим заведением. Мы туда приходили. А там, знаешь, какие? Только одни мужики, только с работы. И им такие делали чебуреки. Ужасный период жизни. Сложный. Купила я пианино, чтобы они... На год меня хватило. Их родителей. ...дома занимались. Федя, значит, нужно приготовить урок. Сидит, капают на клавиши глицериновые прямо слезы. Бум-бум. И он так ногой как по пианину чебурахнет. И говорит, не хочу я быть поэтом. Алена говорит, Федечка, это называется не поэт. Мам, вот я предлагаю тебе рассказывать не про меня историю, а вот про Костю. А у нас фотография как раз вот здесь. А про Костю что про Костю? А вот как раз вот Алена и Федор. Да. И слушай, ты знаешь, что и счастье, счастье, что Федька не стал поэтом. Она говорит, только папочка и мамочка, не вы повинесите рисуночки в художественную школу. А кто-нибудь из ваших друзей. И такой художник со студии Горького, с которым мы дружили, понес рисунки. И Федька замечательно кончил школу художественную, завоевывал всякие призы. Помогло тебе это в жизни? Да. Ну вот, все рисуют, все рисуют. Ну по-разному. Костя выставка была, Костя вообще... Костя новатор у нас. Да, Костя новатор. Новатор. У него какая у тебя премия? У него есть премия. Не скромничай, давай, давай. Да, ну это за границей, да, мне дали за новаторство. Видите ли, товарищ старший прапущик, если верить доктору Фрейду, любое художественное творчество – это сублимация подсознательных инстинктов человека, в том числе инстинкта насилия. Впрочем, вы можете с этим не согласиться, так как советская наука не признает буржуазного учения доктора Фрейда. Умный. Виноват, товарищ старший прапущик. Исправлюсь. Если бы Сергей Федорович не нарисовал подробно всю картину «Война и мир», он бы ее снимал в 16 лет. Так же, как я тоже смотрю его раскатровки, и тоже думаю, какое счастье, что он не поэтом стал, а выучился в художественной школе. Я не понимаю, как в этом человеке просто хорошо мы уберем таланты, подготовку к съемкам, мы уберем действительно то, что «Война и мир». Просто в сценарии сюда, вот на этот стол не хватит этого стола, чтобы просто бумагу уместить в сценарий. Но помимо у каждого листа бумаги было два листа раскадровок. Где-то это были подробные. Как в одном человеке, плюс подготовительный период, плюс репетиционный, плюс все департаменты только на него. Это костюмы, реквизиты и так далее. Это «Война и мир». У нас в семье есть шутка, но она такая важная, потому что это и съемки «Жизнь». Алена, первая серия «Война и мир», Федя, выход в прокат. Шестой. И это не просто года, а это «Война и мир». Но при этом я знаю, что во время «Войны и мира» у него было бы состояние клинической смерти, да, по-моему? Он переработал, скажем так. Если вы выслушаете, я расскажу. Да, конечно. Я хотела сказать, что вот мы все говорим о недостатках, а там как-то, в общем, как-то это немножко легковесно по отношению к нашей семье, потому что для нас, для всех, а для Сергея Федоровича особенно, труд. Он написал, у него есть маленькая книжечка «Желание чуда», где он пишет, говорит, мне действительно доставалось все очень тяжело, потому что в печати, родственники говорят, балвень судьбы, все доставалось легко. Один день съемочной «Война и мир» – это целая картина у другого человека. И он говорил, я не знаю, как снимать смерть Андрея Балконского, но не знаю, не знаю. И вот это вот, вот это вот «не знаю» все время, его так мучило, так мучило, 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 что твое психофизическое состояние передается и нервной системе, и голове, и сердцу. И он, у него 4 минуты было смерти, клинической смерти, на как бы, якобы спокойном фоне. Он вышел в перезаписи выпить чашку чая, пригубил и упал на студии. И 4 дня меня не пускали к нему. И когда я пришла, Боня лежал к стенке, а стенка была такая желтоватая, светленькая. Ну, 4 дня такого не было, чтобы мы не виделись, тем более, так как такое событие пришел человек к себе. Он поворачивается ко мне и говорит, ты знаешь, я теперь знаю, как снимать смерть Андрея. А потом уже «Здрасте, до свидания». Он не в темноту уходит, он уходит в свет. Я хочу сказать, что для нашей семьи мы можем о всем говорить, о хулиганстве. У нас главным образом была работа, нерв, мозгов, эмоции. Все было подчинено работе. Поэтому уж и Бондарчук есть Бондарчук, и клан Бондарчуковский есть кланом Бондарчуковским. Что бы ни говорили, что бы ни переписывали, что бы ни говорили, баловень судьбы. Это, знаешь, ведь завидует истинному таланту. А истинный талант – это всегда великий труд. Я пошел тогда, мамаша. Это финал, звучат фамфары, большой оркестр, и я пошел. Целую ручку. Пока. Смотрите далее. Понравился ли Ирине Скопцевой сюрприз от Федора и Алены? Ну, скандал был большой. Какие фотографии стали сюрпризом для Федора? А как вы это сделали? И на ком в этом доме все хозяйство? Федя вытесывает траву, как ни один человек. Почему тебе все надо рассказать? Кстати, легенда гласит, что вы с сестрой любили похулиганить и подкладывали букеты, которые дарили Ирише. О, это страшная история была. Булашки! Все записки какие-то. Это был один раз. А один раз все было? То есть это не система? Ну, скандал был большой. Дайте милость, ты не христорат. Я ни разу не видел, чтобы родители ссорились или повышали голос. Я не помню. Вот шел сюда. А мы не сюрре исполнили. Ни разу. И ни разу не помню, чтобы они были не вместе. Они вдвоем все время. Ну, наверное, от этого как-то пошутить. А чья идея была? Аленой или вашей? Ну, наверное, Аленой. Она постарше меня на 5 лет. Мы в букет, который мама принесла, в один из букетов, мы положили записочку там от Ивана Ивановича. Ну, и потом это все взорвалось. Еще как-то помогли папе Сергею Федоровичу, чтобы он увидел эту записочку. Ну, мы не ожидали, так сказать, такого. Сами испугались тут же. Сказали, что это наша шутка. Пошутили. Ну, то есть ревнивый был действительно от Элла, да? Ну, да, вот я это видел. Один раз больше не шутил. Платок, что я любил и дал тебе, дала-то кольцо. Нет, клянусь о жизни. Я видел сам платок в его руках. Значит, он нашел. Платка я не дала. За ним пошлите, пусть правду скажут. Он уже сказал. А вы ревновали мужем? Нет. То есть настолько уверены всегда в своей красоте и в своей воле, Нет, вот этот последний, конец фразы ко мне не относится. А я не знаю, у нас были такие взаимоотношения, что мы как одно целое были. Сергей Федорович, когда приступил к войне и миру, А тут родилась Аленка. Он мне говорит, я снимаю картину, а ты все остальное. Ко всему остальному относилось то, что тут же в первые дни съемок Бонни говорит, Ир, подготовь мне салон Элен. Актрисы пять народных. Конечно, они приходили, смотрели на меня, как на ученицу, А теперь вдруг жена режиссера. И мы так все сорганизовали. Правда, помогла мне и баба Маня, и баба Юля. Мы напекли пирожков, все вымоли. Это мама, бабушка и прабабушка. Вымоли гримерную, наставили цветов. И три дня мои актрисы наслаждались тем, что была действительно, понимаешь, вот мы к концу съемки, наверное, тоже будем очень по-другому относиться. Не так, как когда вы пришли, понимаешь? И вот такие задания давала, что, конечно, нужно было вертеться. Вы вот себя ощущали в этот момент партнером или исполнителем? Да всем. Я и чтобы белая рубашка была, я и чтобы я текст знала, и чтобы хорошо выглядела. Да нет, ну, у нас была дружная семья. Очень дружная, очень понимающая, очень творческая. У меня перед глазами, когда я смотрю на вас, на заднем плане вот кресло, в котором я прям вас вижу. Вы ведь, наверное, это ваше кресло, нет? Рассказываю. Наверное, ты тоже не знаешь про это кресло. Конечно, откуда же не знаю. Я-то точно не знаю. Вот расскажи. Я не буду ничего рассказывать. А, не знает. Вот когда Бондарчук давал мне задание, ты должна сделать то-то, ты должна мне помочь, ты должна организовать народных, а народные же мои в прошлом учителя, пригласили двух женщин, актрису Ирину Федоровну Шаляпину. И другую фамилию не буду называть, она связана с Ибинем Маяковским и с трагедиями. И Ирина Федоровна приходила, пила с нами чай, а потом отвела меня в коридор и говорит, Ирочка, я хочу вам подарок сделать. Только вы не обижайтесь на этот подарок. Я говорю, какой? У меня есть папина рухлядь, кресло. Там кроме остова, стальных пружин и конского волоса, больше ничего нет. Я отреставрировала это кресло, и оно стоит, сколько мы здесь живем, столько оно стоит у нас. И я говорю, это шаляпинское кресло. И потом после съемки предлагаю вам посидеть в нем. Вы поймете, какая идет от него энергия. А как актер вам нравится Бондарчук? Видя? Да. Я его обожаю. Вы его обожаете больше как режиссера или как актера? Бог дал Бондарчуку-старшему и Бондарчуку глаза такие. Ты думаешь о том, что сейчас и поесть, а в глазах у тебя вселенная. Вот отсюда это просвечивается. Стоило вам приехать сюда, чтобы я это наконец-то услышал. Здесь вам не учебка, здесь война. Здесь двойки не ставят, здесь убивают. Забрать говно это! Воробьев! Нет. Сменишь его. Может быть, так и не нужно, но мне, например, очень хочется прочитать сценарий, который снимает, будет снимать Федя. Сценарий, в который будет сниматься Костя. Сейчас Костя снимался в детском фильме, в смешном, хулиганском фильме. Играет Пушкина. До того момента, как я не посмотрела этот фильм, я и зашлась. Ну, как там у тебя? Ну, похож, не похож? Гримм, как, что? Что это? Как Пушкин. Мы видим, что не Лермонт стоящий. Это вы подготовили фокус для Олимпиады. Отвлекли внимание часами и бац, прямо из воздуха живую пушку. Молодцы! Так я живу, и это все мне не мерещится. Ну, меня уже не хватает. На них и на кота не хватает. Все хватает. Вас когда-нибудь ревновали к клану? И вас, и вас, что вот вы, вам все далось сразу. У вас и Гены Бондарчука, и вот, и Дома, и Слава, и Брэнт. Дома. Дома все пришло позже. Мы все много работали. Вот я тоже хотела сказать, что... Представление... Нет, представление это хорошая деталь. Потому что количество баек про нашу семью зашкаливает. Нет, в том смысле, быть Бондарчуком, это преимущество или это бремя? Сказать, что бремя, тебе никто не поверит. Сказать, что преимущество, я это не буду говорить. Просто так у меня получилось все. Что, во-первых, это была другая страна уже. Я поступал на первый курс в одной стране, ушел в армию, пришел в другую. Там революционное, так сказать, молодежное движение бурлит, все мастеров свергают. Это время мне позволило заниматься чем-то другим. Музыкальное видео, которое никто не знал, что это такое. Реклама, которую я не знал. И я вот погрузился в это. И рядом не было кинематографистов, рядом были все мои коллеги-выпускники в ГИКа. И нам предлагали снимать дебюты. У меня две картины, два сценария лежало, и я отказался. Но что касается тебе, все на голубой каемочке и, так сказать, Бондарчук, это я до сих пор читаю, смотрю, наблюдаю. Иммунитет не вырабатывается, нет? Наверное, вырабатывается. Самое главное, что у тебя есть свой зритель. А это никакой фамилии. Ты не можешь заставить зрителя сидеть 2 часа 15 минут экранного времени только из-за того, чтобы убедиться, или ты призываешь их на свою фамилию. Тут что-то другое должно быть. А это у меня есть, поэтому... Ну, вот как-то у меня в жизни вот так произошло. Есть какие-то совсем интимные вещи. То, что Алена рано ушла, а мы были очень близки. То, что отец рано ушел, я не договорил, не досоветовался, не довыпивал, не досмеялся и так далее. Вот, мам, и по большому счету ты один остаешься, и как-то об этом ты не думаешь. Ты думаешь о том, что семья все равно на тебе. Ты можешь ссориться, не общаться и так далее. Но у нас вот то, с чего мама начинала про этот дом, вот этот стержень и такой столб семейный, он всегда был, где бы ты ни был. Костя тоже не говорил, чему я невероятно счастлив, в том, что у него это получилось. И у Алены получилось, у мамы Костиной все-таки дать ему блистательное образование. Он свободно говорит на немецком, он получил образование не профессиональное, не актерское. И даже там, находясь не в России долгое время, никто даже не говорил, что семья разъединена, или мы не вместе. Вот эта вот здесь такая плита, цементирующая нашу семью, она всегда была. И когда уходят близкие рано, ты об этом думаешь. Ты можешь быть вообще в другом конце света. Ты можешь жить действительно в Абгике, или в общаге, или у друзей. Вот вы вспомнили Тиграна Киасаяна, мы действительно на Мосфильмурской там прожили несколько лет. Но все равно здесь ты думаешь о семье, о фамилии, об ответственности. Это у нас всегда было. Поэтому мы можем шутить сколько угодно, но вот эта вот такая скромная похвала и скромные хорошие слова по поводу твоей работы, это дорогого стоит. Есть такая фотография. Это офис. Это офис. Да, на Мосфильмурской. А дома кто занимается хозяйством такого рода? Тедя вычесывает траву, как ни один человек. Почему тебе все надо рассказать? Про собаку спасибо тебе. Про траву. Значит, что ты еще уже вспомнила? Поэт фортепиано, да. Ну ладно. Меня же просто никто не видит, понимаешь? Меня похоронили тут недавно. Я сам видел. Землю закопали, стояли, цветочки бросали. Ты правда меня видишь? Я пойду, ладно. Не, ну подожди. Стой, парень! Спасите! Парень, подожди! У нас есть вот такой снимок, где, вы помните, где он был сделан? Дай-ка я скажу. В доме кино. Вот у кого память. А? Вот у кого память. Это мы все учим, Коську. Представляете, что две женщины все учили, учили его. Учили, учили, но учили. И на эскорбце с пальчиком. Федор меня смасал периодически. Бедный мальчик. Вы ведь не собирались, по-моему, становиться актером, ну согласно на все случаи. Лидия-леги. Сопожилось, его толкнуло, да? Не собирался. И вы ведь тоже, по-моему, поступали в ГИМО, сперва, нет? Нет, я... Вы ведь не вспоминаете? А что такое не вспоминаете? Как я хотела, как я хотела. Это блистательное образование. Я благодарен в результате все, что у меня есть. Английский, история, литература. У меня впереди было два года армии, поэтому я говорил себе, а какая разница? Я все равно ухожу в армию, а там разберемся. Ну, то есть не по сценарию, во всяком случае, получилось, что вы быстро высказываете биографию? А есть сценарий для вот и решенных праздников? Пока нет. Нет? Есть. Есть? Вот у меня пока нет. Есть? Мы попробуем предложить им разнообразие мира, образования. А вот, скорее всего... Обоим. Сколько? Раз, два, три. Обоим я имею в виду. Три. Трем. Девки у нас красивые. Попробуем предложить, да. Многообразие мира, что есть разные профессии, есть разные занятия. Но, сдается мне, все это закончится тем же самым. Мне тоже. Смотрите далее. Чем Евгению Додолеву удалось удивить хозяев дома? А как вы это сделали? Какие подарки приготовили Ирине Скопцевой ученики? Смотри, это тебе они напишутся. И какие еще тайны хранит этот дом? Вот где корень зла. Новый заголовок! Петька, новый заголовок! Еще один. Ваши воспитанники, это тоже ведь в определенной степени ваши дети? Да, да. Дети Бунтурчука. Наташа Андрейченко, Бажок, Ростоцкий. Поддерживает с вами кто-нибудь отношения? Ой, да еще как. Да. Наташка Андрейченко. Ирина Константиновна, я ведь сейчас в Мексике вот комнатку вам приготовила. Федит вас купит билет, отправит, а я вас обратно. Мам, это хорошая идея. По-моему, мне пора. У ваших воспитанников хорошая идея возникла. И они вот подготовили специально для этой встречи вот такие коллажи. Смотри, это тебе они напишутся. Слушай, это удивительно. Ты знаешь, что Володька Новиков пишет потрясающие стихи. Кабошечка, Яичко Нинидзе. Но они меня иногда до слез доводили. Ну а как же, конечно. Знаешь, что, когда мы выходили в павильон со спектаклем «Чайка», жара же, павильончики с пивом приходят такие веселые, начинают репетировать. Им так кажется, что они так здорово репетируют. Я в соседней аудитории и рыдать. Я говорю, вы же не понимаете, у вас все сместилось. Как мы показывать диплом будем? Понимаешь, нельзя пить, когда ты диплом сдаешь. Даже пиво. Я уверен, что я один раз экспериментировал с этим. Согласен. Только? Один? Нет, на работе. Вот так это хватило. Тебя-то воспитывать начали вот около вот этого вот уголочка. Студенты. Студенты Московского художественного школы-студия «Мхан». Школа-студия. Вот где корень зла. Новый заголовок! Федька, новый заголовок! Еще один. Я уверен, что все ваши воспитанники 22 августа поздравят вас с датой, с юбилеем. А мы вас тоже поздравляем как львицу. Вот этой шкатулке, как мне сказали, больше лет, чем всем здесь присутствующим. Это прекрасно. Это в Ленинграде было сделано. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Это, знаешь, один из пожеланий Бондарчука. Ира, сделай юбилей. Ира, сделай, чтобы не было юбилея. В какой ситуации я прожила всю жизнь. Мам, можно я одну фразу скажу? Важную. Скажи. Вы спрашивали по поводу грузоответственности, зависти, независти. Конечно, все это есть. Но никогда в этой семье никто не показывал свою слабость на людях. Всегда держали удар. Никогда мы не впускали в свою жизнь и в свою достаточно сложную. У нас много потерь, у Кости достаточно. Но никогда, вот, так сказать, возвращаясь к заголовкам, сейчас великое множество средств у нас и информации, которые, наверное, интересны, будут интересны зрителям. Мы никогда это не делали. И мы будем сидеть, улыбаться и работать, и работать. По нашей традиции мы собрали ваш семейный альбом. Вот здесь мы вам ударим. Осталось несколько пустых страниц, потому что, может, будут еще актрисы в семье. Или же... Слушай, чтобы вы посмотрели. Спасибо. А как вы это сделали? Есть фотографии, которые я не видел. Мам, подари альбом, надеюсь. Нет. Мама. Тихо. Сейчас с огнем играешь. Сейчас я скажу. Знаешь, я что сейчас вот не снимаюсь? Я поставила памятник. Они сражались за Родину. Туфли износила. Два года я ходила по всяким учреждениям. И мы поставили замечательный памятник нашим пяти народным артистам. Кадр из фильма. Прямо рядом с Министерством обороны. Да, Сергея Кужегедовича надо поблагодарить, что ты без него. А вот там, с чего мы начинали? Молодая-молодая скульптор, которая взяла на диплом голову Сергея Федоровича и вылепила такую голову. А потом туловище, потом креслица. И этот памятник мы поставили в городе, где похоронены дедушка, бабушка. Как бы тоже жадовое гнездо начала фамилии Бондарчук. Ейск. Петра, про фотографии, которые мы не видели, может, Ирише покажете ту фотографию, которая вас удивила? Вот эту вот, во-первых, я эту не видел фотографию. То есть я помню, где-то она всплывает, но я ее... Ой, слушай. Вот эту. А это кто? Это ты? Это я девочкой. Конечно. В Немчиновке. И вот эту я не видел. Где вот этот портрет, мам? Вот он мне нужен. Не знаю. Как тяжело мне работать в такой обстановке. И вот эту я не видел. Это каны. А вот это вот едим. Ой, у вас он уникальный. Потрясающе. Спасибо. А вот какая красивая фотография. Нельзя с пустыми руками отпускать. А мы это все съедим, выпьем. И они поедут дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова